После сельхозтехники. Из основных моментов, которые в этом году произошли, начал сильно ломаться весь традиционный уклад, который на рынке был. Западные компании уходят или приостанавливают свою деятельность. Российские производства испытывают очевидные проблемы с компонентами и требуется время для того, чтобы переориентировать свою деятельность, построить ее иначе. Происходит такое технологическое упрощение. Сейчас такой термин появился. Сокращается линейка по сложным машинам, которые раньше производились, в том числе из импортных комплектующих. В дилерском сообществе много происходит процессов, потому что крупные компании, многие остались без того привычного товарного потока, который они рынку предлагали с ценами. Это что-то нереальное вообще. То есть мы видим рост цены 30, 50 и 70 процентов. Я уж молчу про запчасти, где оно местами умножилось на 2 или на 3. Поэтому вот этот привычный мир, он очень сильно трансформируется. Конечно, это стресс и для участников, и для аграрии, безусловно, которым тяжело ориентироваться в этом новом пространстве, наверное, потому что хочется иметь какие-то гарантии, понимания. Плюс сама ситуация в АПК с точки зрения урожая, качества, цен на него не самая простая. Поэтому с точки зрения практических рекомендаций меня спросили, какие рекомендации могут быть. Скажу так, значит, те западные крупные компании, которые, начну с них, на российском рынке приостановились, скорее всего, это надолго, и не надо питать иллюзии, что оно развернется, вот те, кто не работают, в обратную сторону. Этого не будет. Те, кто остались, они стараются работать и будут стараться работать, если уж совсем все не повернется к какому-то жесткому сценарию. То есть на них пока можно рассчитывать с точки зрения поставок. Но будут расти цены, будут не очень очевидны сроки все еще, потому что вот с ковидных времен машины собираются очень тяжело, часто стоят недособранными и растут цены на компоненту, там, логистика усложняется и так далее. Значит, отечественное производство, там, где было локализовано, там, где машины были попроще, либо, в принципе, их научились собирать из наших комплектующих. Ну, хотелось бы надеяться, что после вот скачка цен, который был в этом году, по мере того, как ситуация входит в поле привычное русло, наверное, было бы логично, если и цены немного упали. Не мне этим командовать, мне чем доступнее техника, как дилеру, я имею в виду, тем лучше, но я бы на это рассчитывал. Те машины, которые вот сейчас пытаются приориентировать западных компонентов на восточные, у меня здесь два, наверное, будет комментария. Первый, ну, глобально мы, на самом деле, проблем-то не снимаем, то есть мы одну зависимость замещаем потенциально другой, то есть восточную берем вместо западной, потому что создавать свои компоненты – это долго и дорого, и не все из этого очевидно. Поэтому вот когда выйдут машины с новыми решениями, найденными, альтернативными, конечно, на них надо будет сильно посмотреть с точки зрения, как эти машины покажут себя в полях. Ну, потому что, как любой сложносочлененный агрегат, ему надо с этим пожить, то есть невозможно заменить одно на другое, просто один к одному, и все останется как прежде. Поэтому тоже надо готовиться к тому, что могут быть определенные трудности. Ну, не в качестве напугать, просто чтобы иллюзий не было. Это вообще большая задача, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий на этот счет. Вот, поэтому я не исключаю, что эти решения, которые найдены, будут искаться заново, потому что не удовлетворяют тем ожиданиям, которые есть. С точки зрения китайской техники, понятно, что сейчас большой поток ее хлынул, ну, это нормальная ситуация, но здесь надо тоже понимать два момента. Первое, какого бы цвета ни были тракторы, они довольно сильно похожи друг на друга, это раз. И второе, они отличаются от того, к чему, наверное, большинство привыкли. Ну, вот они просто такие, потому что китайский рынок, он менее избирательный, чем российский, там этого хватает. Ну, прежде всего, это вопросы по гидравлике, наверное, это не секретный для кого. И надо понимать, что кастомизация машин под российский рынок, она не будет быстрой, а местами ее, в принципе, может не быть. Поэтому, пожалуйста, особо не разочаровываться, потому что, в принципе, китайские машины, ну, они нормальные, они, по крайней мере, по деньгам. Внимательно смотрите на ту спецификацию, то наполнение, которое в машине есть. Тогда вы сделаете осознанное приобретение, а не какое-то эмоциональное. Направьте мысли, если я что-то еще забыл сказать, а вам хочется сказать. Есть вопросы у нас по технике? Есть такой шанс? Ну, пока вы размышляете, я могу сказать про западные запчасти. Вот его системного решения нет, не нашли. Не находят и с довольно большой вероятностью не найдут в ближайшее время. Основная проблема – это не логистика, это даже не цены, там, ладно, тогда, когда нужно, покупают им, почем есть, да, к сожалению. Это возобновляемость источника. То есть, если в каком-то месте кто-то купил один или два раза, это не значит, что ему продадут третий. Вот это главная проблема. Плюс некоторые крупные компании, они намеренно препятствуют попаданию запасных частей в Россию в рамках объявленных санкционных мер. Поэтому это будет все еще долго, все еще сложно, дорого. Хотелось бы пообещать, что это как-то исправится, да, и системно ответится, но, не знаю, не могу пока. Не хочу обманывать никого. Александр Александрович, вот буквально вчера, на прошлой неделе, министр говорил о том, что, чтобы в целях доступности техники для наших аграриев были обнулены импортные пошлины на технику и импортчасти. Вы можете прокомментировать это обнуление? Помогло оно? Мы этот диалог с министерствами начали еще весной. Ну, на самом деле, любые решения, которые делают технику более доступной, мы воспринимаем, ну, как дилеры, я лично, воспринимаю позитивно. Но здесь надо тоже понимать, что у нас и ставки-то пошлин не были какими-то страшными по размеру, поэтому техника от этого в три раза дешевле не станет. То есть это, может быть, частично компенсирует рост цен. А от чего может стать дешевле? Хороший вопрос. Я думаю, что если мы сейчас говорим в большом контексте отрасли сборочной сельхозтехники, вот, наверное, когда уйдут все вот эти ковидные сложившиеся, к сожалению, ограничения. Нам бывает их трудно понять, потому что, ну, любое сборочное производство, оно привлекает к себе тысячи, там, десятки тысяч артикулов на сборочной линии, которые, в свою очередь, тоже имеют каких-то поставщиков. Вот в каком месте что надломилось и что потерялось, бывает трудно объяснить. То есть вот есть ситуации реально, когда стоят машины и там каких-то кнопочек не хватает пластмассовых, а так они готовы. Ну, кнопочек нет, их не упускают. Вот, до смешного. Вот пока вот это не уйдет, наверное, вот это все глобальное машиностроение легче себя чувствовать не станет. У многих компаний недопроизводство – это вот уже, к сожалению, типичная история, причем недопроизводство в больших, узначенных числах. Это не только про Россию, это вообще. То есть и 20, и 30, и под 40% относительно тех планов, которые были. Поэтому это такой очень большой, комплексный вопрос, который, ну, не знаю, год-полтора, наверное, точно уйдет. По некоторым компонентам, особенно сложным, сейчас и год, и полтора есть сроки поставки на линию сборочную. Вот представьте. Друзья, есть вопросы по технике, по запчастям? Все ясно? Вот, пожалуйста, у Жданова вопрос. Добрый день. Я Краснодарский край, руководитель Ассоциации Гристианских советских, Гристианский район, Коваленко Сергей. Вы слушали вас внимательно. Вопрос коротенький, простой. Насколько белорусская техника сможет заменить выпавший сегмент, скажем так, более именитых производителей? Спасибо. Хороший вопрос, спасибо. Здесь вот какая ситуация. Если мы возьмем, ну, вот этих уже, но слуху, всех привычных мировых лидеров из числа корпораций, которые производят широкую номенклатуру, и вот убираем их со стола, как будто их вообще нет. Самый честный ответ практически нет в некоторых нишах машин альтернативных. Вообще стран с развитым машиностроением, вот к огромному удивлению большого количества людей, ну, вот руки, наверное, хватит, с развитым сельхозмашиностроением. Россия входит в это число, то есть у нас там не самая ультрасовременная техника, но тем не менее это массовое производство, довольно широкая линейка, неполная линейка. Ну, и в мире, то есть никакая другая страна, к сожалению, не может дать вот то, что мы сейчас по линии импортной техники теряем. Поэтому, конечно, белорусы в каких-то местах нам помогут, но есть, опять же, самоходные сверхуборочные комбайны, это не секрет. Да, у нас есть там телескопические погрузчики, которые в нужном количестве, с нужными характеристиками не производятся. У нас есть там тракторы восьмой серии, которые только мы сейчас собираемся начать собирать. Причем это такие ниши массовые, то есть либо они там критически важны. Вот они так останутся, так и будут. Ну, там, где белорусы традиционно сильны, конечно, да. Ну, и вообще надо понимать, что сейчас в немалой степени ставка должна идти на себя. Здесь только принципиально не обманываться, что мы все проблемы решим за год, за два. Если у нас нет своей компонентной базы, мы, конечно, можем сбегать, купить что-то в Китае, наверное, да, сможем. Посмотрим, как это будет работать еще. Но создание своей большой такой промышленности для нужного сборочного производства российского, ну, это прям годы. Поэтому это системная проблема, на нее не надо глаза закрывать и думать, что мы откуда-то что-то возьмем, привезем с Аргентины, с Бразилии, еще чего-то. Откуда-то какие-то отдельные вещи возьмем. Но проблемные моменты останутся. Поэтому вот сейчас и налаживаются каналы поставки каких-то там импортных машин, ну, потому что они объективно бывают нужны. Ну, вот нужны, то есть они экротехнологически нужны, по характеристикам нужны. И в этом месте у нас есть зависимость. Наверное, будем преодолевать. Начнем пока, я имею в виду, на российских личностях. Ну, собственно говоря, по технике, значит, пришло время, когда можно поблагодарить Министерство сельского хозяйства от всей души за программы, которые существуют. Буквально до вот этого массового подорожания по льготной программе инвестиционной и процент 3,5 Центринвест. Заменили всю технику, 6 кировцев новых, 4 зетера новых, все прицепные оборудования. Полностью весь парк заменили благодаря вот этой программе Министерства сельского хозяйства и кредитованию льготного. Спасибо большое. Хорошо. Технику, извините, нам ориентироваться в следующие, допустим, 5 лет. Избавляться ли от импорта на нашу переходить или что вы посоветуете? Ну, я отвечу так. Общий большой тренд будет, конечно, на отечественную технику. Безусловно. Насколько быстро мы найдем эти ответы. Ой, хотел бы я знать. Ну, годы, еще раз повторю, это будут годы постепенного перехода на нормальный номенклатурный ряд машин. Поэтому, конечно, надо смотреть в основном на Россию и Белоруссию с точки зрения источника машин. Ряд прицепной техники, ряд операций, они как были зависимы от импорта, так и будут. Поэтому эта ниша тоже останется ни одним путем, так другим, ни коротким, так длинным. Неважно. Это все равно будет происходить, потому что те же самые опрыскиватели сложные, да, там сейлки сложные, большие. Они будут требовать таких же тракторов, в том числе со сложной гидравликой. Вот. Поэтому эта ниша, безусловно, будет оставаться. Ну, вот турецко-китайское направление я уже говорил. Ну, просто надо быть очень внимательными при выборе машин. Я не говорю, что они плохие. Они все по-своему хорошие, наверное, все там за свои деньги, да. Но надо просто к ним вот внимательно отнестись, как к новому виду там брендов и оборудования. Не идти вот в шаблоне, что вот у меня есть какое-то ожидание, и вот я его прикладываю к любому возможному поставщику. Нет, тут надо заново познакомиться. Вот. Ну, как уже сказал, западные игроки, наверное, вряд ли вернутся. Поэтому вот этого ждать точно, наверное, не стоит. Ну, ориентируйтесь на российское производство. Пусть наши заводы немногочисленные оправдают наши ожидания. Да. Спасибо. Спасибо, что нашли возможность общаться. Основной вывод, я так понимаю, технику покупать нужно, но надо заблаговременно озаботиться этим и в том числе, и заблаговременно подумать о запчастях, чтобы не возникла проблема на поле во время уборки, во время села и прочих. Спасибо, Александр Александрович. Спасибо большое, друзья. Все, прощаюсь. До свидания.